Дом семейного типа Парфеновых открывался в 2020 году. Он стал седьмым по счету в городе Бобруйске. Здесь царит семейная атмосфера любви и взаимопонимания. Давайте познакомимся. Дом семейного типа Парфеновых – наглядный пример того, как традиционные ценности могут сохраняться даже для тех, кто лишился своей семьи. Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми. А что нужно для счастья ребенку? Правильно. Прежде всего, любящие и заботливые родители. Татьяна Витальевна, расскажите, пожалуйста, как Вы пришли к такой мысли, что Вы хотите взять ребенка на попечительство? Ну, когда-то я была сама ребенком, у меня всегда была мысль иметь большую-большую дружную семью, чтобы у меня было много братьев, сестер. Ну, так получилось в моей жизни, что у меня всего лишь один младший брат. А потом дальше, по стечению обстоятельств, мы жили с мужем возле детского социального приюта. И, проходя мимо, смотревши на глазки вот этим деткам, которые, ну, прям глазками просили, помоги мне и забери, ну, вот как-то так и получилось, что у нас в 15-м году появился маленький Захар, которому было на тот момент год и восемь. Татьяна и Николай живут дружно, стремясь подарить тепло и заботу каждому ребенку, который переступил порог дома. Расскажите, пожалуйста, какие традиции появились у вас в семье? Вообще их много, семья большая, традиции, естественно, прибавляются с интересами детей. Но вообще у нас большая такая традиция есть. Мы очень любим все дружной семьей, когда есть такая возможность. И неважно, какая пора года, мы выезжаем за город. Летом – это, значит, озеро, лес. Мы любим развить костер, к примеру, да, пожарить шашлыка, поиграть в фолейбол, в футбол мальчишке побегать, вечером попеть с гитарой песни там из этого костра, когда тепло и скупнуться в озере. Здесь есть все, начиная от кухни и заканчивая двориком с детской площадкой. Дружные, активные, трудолюбивые, парфеновы – большая семья. Здесь царят взаимопонимание, любовь и уважение. Сколько времени понадобилось вам, чтобы привыкнуть к детям и они к вам? Я очень обильный человек, очень сильно люблю детей, поэтому, наверное, к детям я привыкаю очень быстро. Буквально вот, когда они переступают в порог моего дома, это уже мои дети, я их уже безумно люблю. Детки разные, конечно, бывают. И у кого-то меньше период, у кого-то больше. Но, как по моему опыту уже и с моего взгляда, получается, когда дети начинают понимать и чувствовать, что их сильно любят, что о них заботятся и всячески им помогают, то вот этот контакт между мамой и ребенком как-то очень тоже быстро налаживается. Быть многодетными родителями – огромный труд. Именно в семье закладываются представления детей о хорошем и плохом. Были ли трудности и как вас поддерживали близкие? Для меня была самая главная поддержка, чтобы была это от моего самого близкого человека, это моего мужа, отца семейства. Ну, Господь распорядился так, что Он меня поддержал. Он был очень рад, когда я сказала, что, ну, вот я хочу большую семью. Он сам из многодетной семьи мой муж, поэтому, ну, большая семья, ему такой опыт уже в жизни был. Всего в Республике Беларусь насчитывается 291 дом семейного типа. Благодаря такой заботе со стороны государства у каждого ребенка есть возможность сказать слова «мама» и «папа». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok